У нас хорошие новости для жителей дачных массивов «Электрик» и «ПМК-19» в Козлорде. В редакцию пришел ответ на наш запрос от городского кемата. Мы уже рассказывали о многочисленных проблемах жителей этих двух садоводческих обществ. Автобус сюда ходит только два раза в день, а до города идти пешком 6 километров по разбитой дороге, без уличного освещения, да еще и в компании стаи бродящих собак. А местная вода непригодна для питья. Прокомментировать ситуацию решил заместитель Акима Козлорды. И вот что он пообещал жителям двух дачных массивов. В этом году планируем, рассматриваем, просим финансирование на разработку проектной детальной планировки на этих трех дачных участках. А то, что электрик, это, конечно, мы в целом его поэтапно собираемся, его тоже, вот эти мероприятия, все это провести. То есть проекты детальной планировки, в дальнейшем его узаконят и рассматривают вопрос финансирования, подведения инфраструктуры. Не, ну, конечно, будем рассматривать это мы, потом туда, потому что наши городские маршруты тоже ездят же. Они тоже выходят, чтобы нормально ездили, безопасность дороги, что это было. Насчет воды, там же тоже многие населения это сами забуровали, вот эти скважины, верховодки. А то, что питьевая, она должна, как его, со скважин глубиной 500-600 метров, вот это, она натуральная, я имею в виду, чистая, качественная вода. Мы хотим эти вопросы решить, потому что физические лица это не способны такими суммами располагать и решать эти вопросы. Мы хотим этот вопрос решить, но в соответствии с законом, чтобы вот эти инфраструктуры подводить, это в рамках закона. Мы должны в первую очередь проект детальную планировку сделать, потом внести в геймплан, после этого бюджет может рассматривать. Нет, давайте мы этот вопрос маршрута рассмотрим, потому что не только что куда-то ехать, потому что там же люди живут и дети учатся.